Дорогие друзья, всем привет! У нас продолжается распускаться розочки. Сегодня хочу рассказать про розу Кокколоко. Эта роза относится к группе Флоривуна Американской селекции. Высоту около метра, ширину сантиметров 70-80. В первую волну выдают обычно крупные цветы, в полном роспуске в этом году до 14 сантиметров. Во вторую волну цветов, конечно же, больше. На каждом побеге насчитывается до 20 розочек. В прошлом году выкладывала видео, на одном побеге было 22 розы. Роза не показывает серединку, практически ничем не болеет, но бывает, редко, но бывает. По поводу зимовки в третьей климатической зоне. Разные. Бывают годы, когда и не зимует, когда врезается до прививки. Это уже второй куст, который я восстановила. Вернее, не восстановила, а посадила. После первого, который у меня погиб, не перезимовала. В этом году зимовка, в принципе, отличная. Без какой-либо обрезки весенней. Сейчас наклоняюсь, прямо ощущаю. Такой аромат классный. Цвет действительно кофе с молоком. Немножечко выгорает на солнышко, становится немножечко посветлее, как вот эта розочка. Рядом тут у меня уже практически процветает японочка Эвенталдор. Вот, смотрите. Цветочки такие немножечко уже лохматые, закрученные. Проявился небольшой розоватый оттенок, веснушки. Ну, в принципе, в целом смотрится тоже интересно. Это японская роза Эвенталдор. Начинает вот уже вот показывать первый цветок. Роза Амнезия, чайно-гибридная. В цвете этого, в цвете, в оттенках нет даже минимума розового. Чисто такая коричневая, зеленовато-коричневая цветовая гамма. Рядом японка Сесель де Валаш. Ну, еще вот денечек, я думаю, распустится. Кутюр про стили процветает. Ну, тут Копперфильд, Шлаби, Эвенталдор. Я уже говорила. И Кохоталу, Коли Казали, Принцесса Киши. Я думаю, в ближайшее время все розочки распустятся, буду выкладывать. Если у вас остались какие-то вопросы именно по этим сортам, пишите. Если вам понравилось видео, ставьте лайки. Подписывайтесь на наш канал. Всем пока!